Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю вкуснейшую запеканку из кабачков с фаршем. Она такая вкусная, сочная, ароматная, готовится легко и просто и из самых доступных продуктов. Такая запеканка с кабачками прекрасно подойдет к обеду или ужину. Рекомендую ее приготовить и попробовать. Для рецепта мне понадобится. Я использую цукини, конечно сюда прекрасно подходят и кабачки. Натру их на крупной терке. Добавляю в кабачки одну чайную ложку соли, перемешиваю и оставлю постоять примерно минут на 10-15 чтобы они пустили сок. Мелко порежу репчатый лук. Морковь натру на крупной терке. Я поставила разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла, я использую оливковое. Добавляю небольшой кусочек сливочного. Добавляю в сковородку лук. Обжарю его до легкого золотистого цвета. Добавляю к луку морковь. Также ее слегка обжариваю до мягкости. Добавляю специи. Так они лучше раскроют свой аромат если добавить их в горячий лук и морковь. Добавляю чайную ложку кориандра. Чайную ложку сушеного чеснока. Немного соли. Черный перец. Специи сразу дают такой приятный аромат. И смесь итальянских трав. Также примерно 1 чайная ложка. Перемешиваю. Конечно специи добавляйте по своему вкусу. Обжаренные овощи снимаю с плиты. Также в мою запеканку я буду добавлять болгарский перец. У меня два таких небольших перчика разных цветов. Удаляю семена и перегородки и порежу перец небольшими кубиками. Мелко порежу небольшой пучок укропа и зеленого лука. Конечно вы можете добавлять зелень по своему вкусу. Для рецепта я использую фарш сорти. Кабачки постояли и пустили сок. Сейчас я их отжимаю и добавляю к фаршу. Добавляю яйца. Уже слегка остывшие обжаренный лук и морковь вместе с ароматными специями. Добавляю болгарский перец и зелень. Также для приятного сливочного вкуса добавляю столовую ложку жирной сметаны и хорошо все перемешиваю. У меня получился вот такой однородный фарш и чтобы понять какой он получился на вкус отберу немного и отправлю в микроволновку буквально секунд на 10 и попробую. Добавляю еще немного соли и черного перца и также еще натру на мелкой терке небольшой зубчик чеснока. Еще раз все перемешиваю. И фарш для запеканки готов. Подготовлю форму для запеканки. Её диаметр 22 сантиметра. Слегка смазываю растительным маслом. Выкладываю в неё фарш. Разравниваю. И сверху запеканку слегка смажу сметаной. И отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Также на мелкой терке натру небольшой кусочек сыра. У меня сыр моцарелла. Можно использовать любой твердый сыр. Прошло примерно 35 минут. Запеканку я достала из духовки и присыпаю сверху сыром. Также у меня есть вот такие очень маленькие красивые перчики. Разрезаю их пополам и удаляю семена. Можно просто присыпать небольшими кусочками перца. Либо ничем не украшать запеканку. Перцы я прямо сверху выкладываю на сыр. Они немного запекутся и будет все это выглядит очень красиво. Отправляю обратно в духовку на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и запекся. Моя запеканка уже готова. Выглядит она просто великолепно. Так красиво подрумянился сверху сыр и перцы. Кстати, если вы будете выпекать запеканку в форме такого же диаметра, как у меня, берите чуть повыше бортики. Так как у меня немного подтекало масло и поэтому форму я еще поставила в противень. Сейчас дам запеканке буквально минут 10 постоять, чтобы она чуть-чуть остыла. Вот такая сочная запеканка получилась. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита! Если вам понравилось видео ставьте лайки, делитесь им с друзьями и конечно подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.